Победителей через Рандом Орг Выиграть можно даже с шансом в 1% Принимай участие в раздаче халявных скинов Играй и выигрывай на ksgostep.com Хочешь море крутых скинов? Любишь киберспорт и болеешь за любимую команду? Тогда делай ставки скинами на сайте ksgopozitif Прокачивай свой инвентарь, выводи крутые скины И будь в топе со своей любимой командой на ksgopozitif.com Ну что же, дорогие друзья, приветствую вас на втором по счету сегодня матче на этом стриме Напоминаю, что с вами комментатор Павел Тол Григорьев, студия UCC Ну и просмотрели мы с вами противостояние Гамбит против команды Epsilon Ну и там Гамбит уступили оппоненту со счетом 16-13 Не успев поставить бомбу в последнем раунде На котором они могли выбить всю экономику из оппонента И просто-напросто выйти на допы Они просто не успели поставить бомбу Там Девс забегал в плент с пакетом Его убили, ну и дальше Гамбит немного потерялись И бомба уже не была установлена Сейчас Gatekeepers против Гамбит Также шведский коллектив Есть босниц, насколько я помню Это А где босниц? Может быть без него играют Может быть он поменял никнейм Ладно Ну что, есть Так, есть смок у Зевса Зевс уже немного просел по хп Это быстрый выход на б-плент Решили не хитрить ничего здесь Гамбиты И уже Бролон без проблем разбирается с двумя оппонентами Третий хэдшот ставится и четвертого Пойдет ли он на эйс? Нет, никакого эйса, говорит Зевс Разбирается с ним Хоббит также забирает Бролона Можно выходить на плент Хоббит, еще один минус по сауфу Можно оставить бомбу Два в два ситуация И все очень неплохо для Гамби Сейчас становится Есть хороший пистолет на руках Ну и можно подобрать еще и USP Хоббит отходит с плента Понимая, что здесь играть опасно Может пролететь какая-нибудь шальная граната А вот уйти на более пассивную позицию Уже будет гораздо более интересным решением Ну и Хоббит Главное не отдаться Главное не погибнуть На Зевса выходят двое Зевс разбирается с одним Ну и Зевс Сморится дальше Еще один хэдшот Хэт-трик от Зевса Ну и двоих забирает Хоббит Вот так вот они затащили раунд вдвоем Ну что же 1-0 Гейткиперс Закупаются Конечно же делают они Форс Бролон Убив троих оппонентов Заработал себе 900 долларов Смог позволить себе UMP Второй армор Флешку У него все хорошо на этот раунд Немногим хуже, чем у многих игроков Гамбит Там есть два калаша Также Три UMP-шки Ну вот остальные у шведов Играют с пистолетами Что конечно же не является Гарантом взятия раунда Так, Бобски уже погибает Ну и Бролон здесь Чекает Ребята в чатике Будьте добры Отпишите Если вдруг знаете Куда делся боснеец Либо же он поменял ник Что же это за Мужтаба Такой у нас Ну потому что О каких-то Изменениях ростера Я не слышал Но у него стоит Аватарочка Команда Гейткиперс Так что возможно Зевс Ну нельзя здесь отдаваться Твоя команда в большинстве Игрок опытный Капитан Ингейм Лидер Нужно Понимать Что Тот факт Что его в большинстве Давит на оппонента Адрен Погибает Не справляется с оппонентом Не ждал здесь Робина в этом поджиме Ну и Робин Может сделать еще много Работы для своей команды Как минимум Здесь Отвлекает на себя Очень много внимания Мо Я думаю Будет простреливать Ответ Но нет Зевс Крадется В спину Зевс Закрывает Здесь Робина И теперь Все очень хорошо Для команды Гамбит Если Хоббит Не погибнет Здесь уже погибает Мо Подберут Еем фишку С ней уже Можно будет бороться На равных Еще и хороший Хэдшот С дегла Ставит Муштаба Ну и Дося Хороший Спрей Надежный Хэт три К Досе Ну и вот прям Под конец Он действительно Сделал много работы Для своей команды Он И на прошлой карте Можно сказать Тащил Чуть ли не всю команду Вместе с ним Так же Мо отрабатывал Очень хорошо Но вот сейчас Он Идет На трех киллах Которые он все Сделал в прошлом раунде Ну и конечно же Гейткиперс Будут экономить Они не будут себе Ничего закупать Нет никакого смысла В этом А Гамбит Тем временем Бегут Подсаживаться Вдвоем Кстати говоря Суть по всему Подсаживаться Здесь С USP Пытался Муштаба Кого-то Накоцать Но не хватило Дамага И он решает Отойти Ну и втроем На А Не двое Под Б Никто не контролит Мидл И здесь Мо уже врывается Просто-напросто На КТ Разбирается С муштаба Ну и Бобски Говорит Что ж такое Сейчас разменяю тебя Дружище У нас по стрельбе Опять же не заходит Мо бежит фармить И получает по голове Кстати говоря Он мог здесь отдаться Единственный МАК-10 В руках А точнее На руках у команды Гамбит На руках у Мо Так что Именно он должен был фармить Но также есть UMP у Зевса Но Зевс видимо не горит Желанием Идти искать себе фраги А вот Мо Этим и занимался Большую часть раунда Сейчас ему погибать Терять армор Терять вот эту флешку П-250 В конце концов Тоже не хочется Скорее всего Зевс пойдет Искать себе Приключения На Причинное место Свое Но пока не Не обнаруживает Никого Ну и там Оба игрока Сейчас находятся В районе базы Б Очень далеко Все игроки Гамбит Ну и кстати говоря Ближе всех Зевс И может ли он Кого-то найти Ну пока просто Прострелы С МАК-10 Которые в принципе Очень мало урона Бы нанесли Но тем не менее Стараются Пытаются За это можно Медальчику дать Зевс никого не находит Кстати говоря Зря он вот так вот Прям боялся Но отдал бы он UMP Ну ничего страшного Бежал бы уж Себе И уверенно Прям стрелял Но вот пока Решает Свою экономику Как-то пробустить Он все же в этом раунде Будет отыгрывать С UMP А вот Мо выкидывает МАК-10 И остается на каваше Ну что 4 М4 UMP на руках У Бобски В прошлом раунде Видимо закупал он пистолет Я что-то как-то Не обратил внимания Есть у него киты Есть Нужные гранаты Выкинул он уже одну Было всего 4 Ну и вот Пока разошлись По планам Бобски Делает минус По Абдрену Но остается красным Тут же размен гранаты Ну и Бролан Два хороших Отличных минуса Под Б И здесь может забрать Еще третьего Залетает молотов Но нету Да Бролан Слепого Доси Открывается Доси ошибка Остается последний Мо Мо против четверых Но здесь Все очень сложно Действительно Там 4 М4 Против него отыгрывает И Мо потерял Его тиммейт бомбу Ему сейчас сложно будет Перестрелять Хотя бы двоих С одним справляется Остается 79 хеллспоинтами Ну что Ну вот он Решает обходить Надеюсь он не пойдет Сейвить Поборется до конца Деньги все же есть И у всей команды Будут на бай Но он решает Зачекать спину Или он решает Сэвить Я вот понять не могу Конечно он понимает Что его там ждут Всей Просто толпой Шведы Выходить на них В лоб Было бы ошибкой Но 45 секунд Еще есть надо Игро в раунду Он дочекивает здесь Гараж И возможно Через винты пойдет Я думаю Шведы к этому Тоже готовы Открывается с гаража Здесь он никого Конечно не найдет Нет он просто Прочекал себе всю спину Тоже грамотное решение 24 секунды Здесь все или ничего Умри Или выиграй раунд Или сейви Что тоже Является ничего Потому что Мо не получит денег Останется с 2,5 тысячами На следующий Его команда закупится Ну и экономика будет Плюс-минус равная У многих даже будет Меньше денег чем у него Так что в принципе Его решение Абсолютно адекватное И понять его тоже можно Ну и гамбит Введут По счету Но отдали Важный раунд Это был первый девайсный То есть пистолетку выиграть Дело такое Они взяли в клач И в первую очередь Там Зевса немного проперло А вот дальше Все хуже Есть UMP Есть 2 калаша 2 М4 На руках у шведов И 5 калашей У гамбит Без подсада Играют Пока Ну штаба Просил по хп Но в ответную Хаешку получает Здесь МО И у него остается Чуть больше половины Здоровья Сейчас нужно будет Пытаться найти себе Первый минус Команде гамбит Либо же вываливаться Сей толпой Куда-то Такую же Стратегию Изберут они По крайней мере Сегодня они играли Уж точно Без фейков Каких-либо Красный Досян Пострелили его В смок Но придется Как-то поаккуратнее Теперь исполнять Бролан Уже сделал Здесь мультикил Открывается На Зевса Зевс Избрал Не лучшую позицию Еще и просадили Хоббита Но Хоббит Разменял тиммейт Ситуация 4 в 4 Немного подгорел Бобски У него остается 76 хелс поинтов Ну и открывается Досяна Хевана Там был оппонент Муштаба погибает Также разбирается С Бобски На один Размен По мо Тут же Хоббит Забирает самого Робина Остается последний Сайф Отыгрывает он С вентилей Один в три И там все биты Буквально на одну пульку Каждый разбирается С одним Со вторым И Ну вот Как-то Все меня смотрительно Гамбит сыграли Хоббит Закрывает Салфа в этом раунде Но это было Очень близко 4-1 Без экономики Гейткиперс У них есть Деньги на Экофорс Чтобы закупить Не дефолтные пистолеты И какие-то первые арморы Ну будут ли они Это делать Вот в чем вопрос Так П-250 Смачок Ну мог бы Также бросить П-250 Своим тиммейтам Нет Это Форс Полноценный Есть два 5-7 Дигл И УМП При том что У Салфа есть ФАМАС Ну посмотрим Здесь именно Отличного скилла Можно затащить Какие-то Хэдшотики С Дигла Какие-то близкие Выстрелы С УМП Ну и ФАМАС Также довольно опасный Девайс В нужных руках Ну и как мы знаем Шведы Исконна нация Хороших стрелков Хороших тактиков Возможно Они это придумают Пока гамбит Почти все Под А Контроль Только один Хоббит Поджим Ну и пока Никого для себя Не находит Бомба Перетягивается Очень интересно Вот как-то гамбит Так играют Они размазываются По всей карте И потом Медленно Собираются На одну точку На шифтах Подсаживают Кого-то Мо И Адрена Казахов Отправляют в мид Но решили Именно так вот Исполнить Ну и хоббит Прочеков Спину Говорят, что с Б никто не идет Чекает иксбок Здесь никого не находит Ну и Мо должен помогать Своему тиммейту Прощается с мусштаба Это был Дигл В рядах команды Гейткиперс Салф слышит Открытую дверь Понимая, что Оттуда может выйти Игрок в любую секунду И тут же Мо разворачивается На 180 градусов И ставит голову Ну и Чуть ли не с префайера Выходит Зевс Разбирается с Салфом Вот так вот прочитали Практически все позиции Своих оппонентов Команда Гейт Команда Гамбит Ну и Гейткиперс Рассыпаются в этой обороне Идти на ретейк Бролана нет смысла Вот Ему находит еще и Хоббит Ну и Мо сделал Минус 3 в этом раунде Вот так вот Мультикилами Гамбиты играют И посмотрите Зевс Который был Шестью киллами Под конец игры На прошлой карте Сейчас уже набрал 5 Может быть у него Будет больше Чем на Кобле Конечно же Мы на это надеемся А вот у Гейткиперс Нет денег После того Как они Свой форс совершили Робин покупает Зевс Не часто мы видим Этот девайс Не получаешь денег За убийство с него Да и Реализовать его Довольно сложно Сейчас стало Ну вот Сможет ли он его Реализовать все таки Очень интересно Где он с ним играет Он Дверь пытается встретить Но в двери никто не играет В Гамбит И здесь скорее всего Ему будет очень сложно Так Ну и муштаба Что же это за игрок то Ладно Пока экономический раунд Можно глянуть По-быстрому Да наверное Какие у него раньше Никнеймы были А это Бенжи Все таки Да действительно Это боснеец Просто он решил Себе вот такой вот Никнейм сделать На сегодня Бенжи Я уж испугался Что какие-то замены Которые прошли мимо Шелтиви И других новостных порталов Но нет Ну и спи против Калаши И арморов Пока не очень работают 69 хп Умо Это все Что удалось достать Команде Гейткипер Погибает с ауф Ну и Гося Со своей командой Должны просто Без проблем Выходить на плейд Ему еще и Мешают стрелять Здесь могут не начекать Кстати говоря На погрузчике Робина Нет Робин так притаился Там Действительно ждал Что его здесь не начекают Но он сможет спину застричь Ну куда же ты горишь Мо Ну что же за девс Сайберскул Шел по Молотову Не осознавая этого Видимо Потому что Молотов был Под машиной И текстура засчитывает Что ты горишь И такое бывает Очень часто Ты например Можешь стоять На какой-то решеточке Под которой горит Молотов И казалось бы Решетка сама не горит Но ты так же теряешь Хелспойнты Ну и Является ли Гейткипер С более сильной командой Чем Эпсилон Не знаю По крайней мере В моем понимании Это не так И пока Карта это доказывает 1-6 5 автоматов С обеих сторон Без снайперов Без формаганов Каких-то Без СМГ играют команды Висалв жмет Так уверенно Неудачная флешка От Доси Может накинуть вторую Но решил не рисковать Понимая что здесь может быть Поджим Слышал он открытие двери И не справляется Со стрельбой Его поджимало двое И он Лишь немного урона Нанес по Робину Ну что Здесь так же Могут Зевса еще принять Ну Зевс слепущий Пытался перестреливаться Тоже не зашло Адрен разменял по салфу И есть битый Робин В принципе можно Ситуацию вытаскивать На более-менее равную Адрен Так же Вот этот Скрип Вообще Вот прям колом Встал сейчас Поперек горла У команды Гамбит Они вдвоем Против четверых Теперь остались И все очень сложно Ну что Оба гораздо сильнее Кэш Да Тоже есть такое мнение Но тем не менее Нужно учитывать Что Гамбит Мы не видели в их Нормальных кондициях Очень долгое время Что сейчас Очень сложно говорить Какая карта у них сильнее Но это вообще Лишние разговоры Потому что Гамбит Тащат клач Два в четыре Пока что у них все хорошо Есть два Очень сильно битых Буквально на одну пульку В шведа И можно идти Устанавливать бомбы Точнее один швед И один боснеец Хоббит битый Мо в пуинте С бомбой Но ему лучше отсюда Уже никуда не уходить Можно встать на хедшот Да действительно Подбирает флешку Это очень полезное Приобретение На случай ретейка Так Робин Если он сейчас Начекает хоббита Ну хоббит должен Прям на опыте Действительно Хладнокровно стоять Видел Видел робина Хоббит справляется С оппонентом Получает пульку Но остается у него Девять хп Ну куда же ты скачешь Зачем же Ну от мо теперь Зависит очень многое Он пуловый Против красного Да справляется все таки Но это было близко Ну понятное дело Почему хоббит Менял позицию Потому что о нем Была информация Его там могли просто Гранатой закинуть И это он тоже понимал Это действительно правильно Но вот Поймали его На этом пропрыге Не могло это стоить раунда 7-1 Ну и гамбит Доминирует Просто-напросто В атаке Но нужно не забывать Что на кэше Так же как и на Кобблстоуне Атака Во многих противостояниях Считается преобладающей стороной То есть За атаку нужно брать Больше раундов Но тем не менее Играть со счетом 7-1 Это вам никак не позволяет Пытались здесь Зарвать дверь Ну или то есть конечно же Чекал Если кто-то В поджиме двери Его здесь уже находили Робин делает минус Тут же размен Ну и это был единственный девайс На руках команды Гейткиперс Тут же пошел выход Забирают еще Бенжи Ну и здесь Отмораживается за тройкой Салф Хороший минус Убивает бомбы Дальше можно бороться Можно подобрать АК-47 Ну тут его тиммейтов По одному Разбирают На машине На машине отыгрывает Бобски Он также погибает И последний салф Остался С АК И он также Отправляется Прямиком В следующий раунд 8-1 Есть байо Гейткиперс Ну как же Вот Я не вижу Каких-то аутов Для камбэка Есть 2 АВП Но По стрельбе Очень часто не идет То есть Вы посмотрите Есть Бролан Он молодец А есть Робин Он чуть похуже И дальше уже Совсем все скатывается То есть 4 к 8 Это там 0,5 КДА Это действительно Никуда не годится Так может отыгрывать Ваш какой-нибудь МСЛ Мгеймлидер Блейд Или кто-то вот Из подобных ребят Зевс может себе Такое позволить В лидар своей команды Потому что он и так Много импакта вносит Но Никогда 3 ваших игрока Идут вот В такой большой минус Ну нужно выбираться Из этой ямы Гейткиперс Я действительно Верю в шведов Но вот Как-то вот Представить Как там это говорится Теорию идеального замеса Я не могу себе Нарисовать здесь По крайней мере Сейчас у них Действительно все плохо Ну Бролана Здесь прокидывают Конечно же Молотовым Но ожидать Что команда Гамбит Не закинет сюда Зажигалочку Ну было совсем Глупо Наивно Но хотя Он в принципе Немного лишился Там 75 хп Это достаточно Для перестрелок Против калашей Кстати говоря Там есть мка Ну что Под а Разыгрывает Гамбит Все в пятером Сау В упоре Разбирается Садим Хоббит Тут же Разменивает И должны Забирать Да Робин Погибает На машине Сейчас Отыгрывает Прова Но также Отправляется В следующий раунд Две АВП На ретейке Одна Отыгрывала На Б Вторая Держала Коннектор Ну и теперь Что же им делать А вот так вот Погибает Бенжи Остается Последний Бобски Он прямиком Убегает На КТ Переспаун Ну и теперь Его могут Здесь Зажать Под флешку Какую-нибудь Подобрать бы ее Где-нибудь Ну и можно Зажимать Ой-ой-ой Бобски Один килл Один асист Восемь смертей Ну и они могут Просто количеством Здесь задавить Они Если найдут Его Начекают То будут С ним прощаться Уже Отправлять его В раунд Под номером Одиннадцать Ну и Гамбит Са счетом Девять Один Где же Вот такая Отыгровка Была у них На карте Коблустон Почему они Так поздно Включились В игру Если бы Сейчас Кто же Отыгрывал Там на двери Салф По-моему Да Салф На двери Сделал Минус Три Вы представляете Это был бы Просто Невероятный Хайлайт Ну и при этом Раунд Был бы Взят В конце концов Командой Гейткиперса То они взяли Только один Первый девайсный И то вот Подсейвил Там Мо Насколько я понимаю Адрен вроде Да Сейвил Не помню Тем не менее Вот дальше Пока не идет Ну и есть Две Умп Две Эмки И один Снайпер У команды Гейткиперс А вот у оппонента Куча денег Они закупают Все что им нужно Все что им хочется И Сейчас могут себе позволить Даже какие-то Неосмотрительные действия Чуть ли не раш Всем пятером Там чуть ли Не через скрип Адрен Слепой Погибает Его разбирают С Умп Ну и так же Минусует еще и Зевс Здесь хоббит Может выползать сейчас На снайпера И так же погибнет Вот так вот Пошли они И выполнять Свои неосмотрительные действия Которые я накаркал Команде гамбит Ну и конечно же Их за это наказали Мо и Дось Остались вдвоем Ну и эти парни А я уже говорил Могут тащить раунды вдвоем Они даже По одному Против пятерых Могли бы отыгрывать Не то что Вот с таким Напарником Ну и гамбит Не знаю Говорить о том Что они Готовятся к мажору Поэтому они как-то Вот слабо отыгрывают В рамках МДЛ Тоже не совсем Верное решение Потому что Ты должен отрабатывать Свои тактики Просто готовить Свои тактики На праках К мажору Ой-ой-ой Какая развороточка От Мо И он возвращается За АВП Я так понимаю Потому что дальше Красным отыгрывать Было бы сложно Ну что Они будут выходить Ну Сауф Забирает Досина 33 хп у Сауфа Ну и знает ли он Где находится Мо Мо будет открываться На Сауфа Есть теперь по нему Информация Залетает по нему Молотов Ну и Сауф подгорает 14 хп И уходит В абсолютно другую сторону Мо Не угадал С движением Оппонента 20 секунд Ну его закрывают Но 2 в 5 Они поборолись Сделали 3 минуса Ну и это хорошо Так вот Они должны где-то Отрабатывать свои тактики Отрабатывать их Только на праках Это тоже не лучшая идея Очень много игроков Жалуются на то Что на праках Их оппоненты Играют в полсилы Там фанятся Бегают Стреляют друг в друга И страдают какой-то Ересью То есть Гамбит Нужно отрабатывать Свои тактики По полной МДЛ Для них Перед мажором Это действительно Хороший шанс И тем более Это не лишние деньги Не лишнее участие В турнире Твоя организация Всегда будет тебе За это благодарна Ну и фанатам Будет чем отплатить Так Молотов по-бобски Ну он находит Хоббиту минус Действительно Хорошая работа От бобски Считает тайминги Знает точные действия оппонента Ну и Теперь в меньшинстве Гамбиты будут вынуждены Выходить на плент Но теперь уже Зевс и Мо Выводят свою команду Большинство Доси не чекает плент Броуан делает Один минус Второй Также за ним следует Зевс и Адрея вдвоем Против троих игроков Команды Гейткиперс Адрея в спину Будет врываться Сейчас от него зависит Исход раунда Забирает одного По Броуану Не успевает отработать Тот в пленте Знает об этом Адрея Адрея открывается на Броуану Ну и Броуан погибает Как же такие раунды Можно проигрывать Гейткиперс Бобски Отыгрывает сейчас Смита На белом ящике Разбирается с Адреном Оставляет Зевса Адрен Один Ой-ой-ой Бобски Хорошая работа Действительно Знатный хэт-трик По концовке раунда Он Вытащил его на уверенности Не стал ждать действий Каких-то от Зевса Не стал его никуда отпускать Просто пошел дальше И забрал его Была ли это ошибка от Зевса Ну я так не считаю Зевс пропрыгивал Понимая что против снайпера Играет И что у него Может быть тайминг Потому что обычно Снайпер не начинает Ломиться в плент просто Ну вот Бобски Перехитрил своего Опытного визави И заработал третий раунд В актив команды Гейткиперс Ну что 9-3 И вот пока Гамбит начинает Отдавать раунд за раундом Деньги уже начинают Кончаться Но уже до конца А половина я думаю Закупка у них будет С другой стороны Если гейткиперс Проигрывает этот раунд Они могут остаться Ни с чем У них и так есть Фамас Зевс Погибает Миди в соло Выходил Почему-то подсадка Не отрабатывала В этот же момент Ну и Бобски Какие два минуса 5-2 Снова команда Гейткиперс Хоббит Мо Мо Красный Хоббит Погибает Отмождать здесь Какого-то невероятного Клатча Будет очень сложно Ну хотя Чем черт не шутит Всегда приятно Наблюдать за Сильной игрой Бобски вообще забирает Его с пистолета И Бобски опять Делает минус 3 8 на 9 Он идет Ну и вот потихоньку Включаются отдельные элементы У команды Гейткиперс 4-9 И Гамбит В принципе уже неплохо Сыграли за атаку Но вот сейчас Деньги у них Кончаются Зевс 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 Ну вот это уже Сомнительное решение Мог его дропнуть Мо В конце концов Как Своему снайперу Но решил Что он Сам Лучше знает Ну Тем не менее Посмотрим Может быть действительно Я вот жду Пока Зевс Однажды сделает Какой-нибудь Эйс с АВП Он уйдет В аналог истории И после этого Все будут знать Что Зевс Опасен с этим девайсом Ну по крайней мере Сейчас Зевс Не показывал ни разу Из того что я видел Ничего действительно Серьезного С какой-либо С какой-либо Из снайперских винтовок В CSGO Так Ну пока отбрасывают Гранаты Гейткиперс Гамбит действительно Сейчас дождутся Тайминга Когда гейткиперс Выкинут все свои Ютилити И просто выйдут На один из пунктов Такое тоже может быть Гейткиперс Нет никакого смысла Сейчас отбрасывать Такое количество гранат Но тем не менее Они это делают И гамбитом Это может сыграть На руку Так Выкрыли Бролана Бролан потушил Молотов под собой Ну и Зевс Стоит как исполин На Подсадочке В миде Ну и из-за этого погибает Кстати говоря АВП упало Но тут же погибает Еще и Адрен Ну и вот сейчас По одному Отдается гамбит И пытаются забрать Здесь Бенжи Но Единственный минус От Мола Следует В рядах команды Гамбит Бомба в миде В руках доси 30 секунд У Мо Чтобы взять этот раунд Он находится на Апланте И он играет Против 4 оппонентов Здесь он будет Играть скорее всего Просто на свою статистику 14 раунд Будет еще 15 Гамбиты будут Без финансов Возможно Стоило поэкономить В этом И в следующем Побороться за Десяточку Но вот решили Сыграть именно так Мо Будет открываться На Брована Брован Справляется С Мотоки Ну и Бенжи Делает минус 3 В этом раунде 2 АВП Теперь будет У гейткиперс А это значит Что в принципе Гамбиты могут Сыграть так Что ретейк Будет невозможен Для Собственно говоря Шведов На самом деле 5 раундов За КТ На крыше Уже достаточно Да Может быть Зависит от того Насколько готова У тебя атака Честно Понятия не имею Насколько готова Атака у гейткиперс Мо На характере Вываливается Забирает снайперку Бобский И теперь будет Отыгрывать именно с ней А мы знаем Насколько он с ней опасен Так Бомба врывается В плент Но там лежит молотов Нужно немного подождать Это дает определенное количество времени Команде гейткиперс Дося здесь Произал Зевс свой Демонстративный Не знаю Где-то подобрал он его Видимо Не знаю Почему он у него был Ну теперь Бенжи погибает От мо Не ожидал в этом увидеть Ну и у хоббита Ключевая позиция Прямо так вот Наводился Наводился Как артиллерия Я просто очень медленно И забрал салфа Теперь вдвоем Это выбивание Для команды гейткиперс Очень сложно Но они забирают двоих Ну и сейчас Остается последний Бролан И он погибает От рук Мо Мо Минус 4 В этом раунде 10-5 И гамбит Очень хорошо Отыграли в атаке Какая у них защита Посмотрим Но честно говоря Я Хотел бы посмотреть На интересные раунды Именно от шведов Ну а вам ребят Я напоминаю Что с вами Комментатор Павел Тол Григорьев Студия UCC Подписывайтесь На мою группу Вконтакте На группу Вконтакте Студии UCC Набирайте Восклицательный знак Кастерс В чатике И получайте Исчерпывающую информацию Обо мне И о том Чем я занимаюсь Ну и так же говоря Не забывайте Заходить на сайты И группы Наших Спонсоров Наших партнеров Ну и Интересуйтесь Mountain Dew League Это действительно Интересная лига На которой играют Очень много Молодых игроков Очень много Потенциальных Будущих керри Ну и что у нас здесь Будут ли киты В Gambit Или они Решат отыграть На стрельбе В Gambit Есть такая СНГ Нотка При которой Начинают Немного Барзеть Что ли сказать Можно Когда начинают Играть слишком Уверенно И позволять себе То что нельзя Позволять Даже при счете 15-0 Но есть киты Умо Ну и Зевс Поджимает Мидл Легчайший Минус Поброва Но тут же Пытается Разменять его Тиммейт Но Бобски Не успевает Немного Ну и Зевс Может сделать Второй Минус Да Действительно Он его Делает Ну что Три Три Глока Здесь Хоббит Еще и Минусует Голову Одного Тут же Второму Еще Настреливает Ну и Как же Они Закрывают Весь Этот Выход Это Действительно Высокий Уровень Стрельбы От СНГ Коллектива Робин Два Минуса Но На пистолетном Раунде Это лишь Дает ему 600 долларов Ничего Больше Никакого Потенциального Взятия Раунда Там не Светило Потому что Один в пять На пистолетке Ну это Нужно быть Действительно Каким-то Высшим Игроком Против Каких-нибудь Слабых Оппонентов Четыре Тека П250 На руках У Бенжи Противовес Им всего Одна М4 Фамас И остальные Играют На СМГ Будут Получать Деньги В двойном Размере За убийство Два Смока ХЕ И флешка Есть на руках У форсирующих Геткиперов Ну и будут Высыпаться На Аплент Под них Ну и если Затаймят С флешкой Должным образом Они могут Легчайше Выйти Именно на эту точку Пока Делают минус По Дрену А Дрен теряет Свою М Кстати говоря Это единственный Был Тир-1 девайс На руках У Гамбитов Тут же Минус От МО Но два размена Поступает От шведов И в меньшинстве В абсолютном Меньшинстве Гамбиты Здесь Зевс Начинает На уверенности Бежать вперед Оставляет Битым Бобски Бобски Красный Теперь остается Но вот От Хоббита Зависит очень много В этом раунде Бобски Выполняет Кстати говоря Огромную часть Работы Будучи красным Держит на себе Внимание Двух Игроков Гамбит Еще и Просаживает их По ХП Два Битых Игрока Гамбит Сейчас вынуждены Идти на этот Ритейк Подбирается Эмочка Хоббит Ну Хоббит Здесь не может Попасть по Бенже Но их разбирает Вот такой вот Форс От команды Гейткиперс Да Это Это было обидно Я так понимаю Команде Гамбит В первую очередь Очень быстро Убили Адрена Ну и дальше Гамбит Не смогли сделать Ритейк У них погибали Игроки по одному Чего нельзя позволять Будучи В статусе фаворитов То есть Это могут себе позволить Какие-то зеленые ребята Без тренера Кстати говоря Гейткиперс Должны с тренером играть Нет Они играют без тренера Так Получает дамаг Мось по себе Прострелили его Через железяку Вот только сейчас Он вынужден открываться Смог отбросив Чтобы его не забрали Лихим образом Ну и Хоббит В упоре Со смоком Будет ждать Пока он развеется Нет Отходит на более Пассивную позицию Ну Гамбит Возможно не стоило Форсить в этом раунде Но кто его знает Где-то сейчас Мол пропрется На три хэдшота Пара Выстрелов с дигла И где-то в упоре Адрен или Зевс Сыграют Но Адрен уже не сыграет Но теперь четыре игрока Гамбит Вынужден будет бороться За этот раунд Бенжи подбирает бомбу Уходит своим На Аплент Ну и у Хоббита Такая опасная позиция Его могут в спину здесь забрать Салп Да Справляется с Хоббитом Аплент Открыт Только одного нужно выкурить Досю Без плента Доси делает минус Но тут же размен Памо Доси погибает И Зевс врывается Делает один минус Там два красных Но чуть-чуть не хватает ему Чтобы Успеть перезарядиться И пострелять По Бенжи Он погибает И отправляется Прямиком в раунд Под номером 19 Теперь нет денег У Гамбит Гейткиперс Выходит на счет 8-11 И при этом Если Гамбит Проиграет следующий Девайсный раунд Гейткиперс Могут выйти на паритет По счету Ну Здесь 5 юз поп И что они делают Они вот так вот Сей толпой Сейчас Сидят здесь Мо делает минус По-бобски Но Там еще и своих Надамажили Бенжи Кончаются патроны Ну ему здесь В любом случае погибнет Но это был сливной раунд От гамбитов Я так понимаю Они Должны знать Что они будут Закупать в следующем раунде И как они будут действовать То есть ничего Не нужно было придумывать Нигде не нужно было Там ждать В какой-нибудь На каком-нибудь КТ спауне Стоять Все Весь раунд Чтобы их пришли Нашли оппонента Они просто напросто вышли И вот так вот Пофанились То есть В первую очередь Мы понимаем Что у них по Моральному духу Все в порядке Укрепляют мидл В количестве трех игроков Там будет находиться Команда Гамбит Ну и по одному Наплэнтах Ой-ой-ой Какой прострел Зевс 58 хп 92 умо Гамбит Очень опасно играет Выходит на троих оппонентов Ну и конечно же Без шансов для него Без флешки Без всего Он врывался Оставил Б плент пустым Теперь Зес Будет вынужден Из винтов Отыгрывать на этой позиции А Мол Пришел На помощь Своей команде Именно на этот плент Смог развеялся И сейчас Мол может сделать Один А то и два Минуса с этой позиции И успеть отсюда свинтить Но вот Дадут ли ему Сделать это Гейткиперс Сау Встягивается А он понимает Что здесь никого Он не дождется По крайней мере На том тайминге На котором он должен Это сделать И уходит в своей команде Потому что в большинстве Выходить на меньшинство Всегда приятнее Бовский проседает От Мо Но успевает Отойти Но и Мо Должен здесь погибать Да Бовский делает этот минус И пошел Врыв на Б плент Адрен Стягивается к своей команде Понимая что выход Уже туда ушел Но если они сейчас Не успеют никого пикнуть Так Дося Сделал минус Но тут же его разменяли Этого недостаточно Для ретейка И я так понимаю Гамбит уходит на сейв Сауфа Спалили Ну и здесь Попытается Попытается забрать Жизнь своего оппонента Да Погибает сауф Теперь можно в принципе Попытаться на ретейк уйти Если бом Если киты где-то там лежат Но Зевс просто бежит И палится Робин конечно же Слышал его И забирает легче Сейчас это последний Адрен на сейве Своего девайса И Адрен уходит на КТ спаун 2К47 М4 А смогли подсейвить Гейткиперс Ну и вот у Адрена Как и на прошлой карте Пока не идет игра Мо 20 килов 17 у Хоббита Вот у всех остальных Поменьше Зевс на первом месте 13 убийств Но это Конечно же статистика Только за вторую половину Ну и Гамбит Наверное будет делать Экономический раунд Кафорс какой-нибудь По 2000 Оставит себе Так Зевс 1800 Далее Доси также может Купить армор и пистолет Но Сейвит Видимо Нет Покупает армор И 5-7 Диггл есть у Хоббита Ну и Мо Копит себе на АВП Не будет ничего закупать Адрен Просадил по ХП своего Визави Бенжи Вынужден будет Отыграть поаккуратнее 43 ХП у него остается Но там еще и Мо Просил Но в принципе он играет Только на На USP Так что ничего страшного Здесь у Адрена Сейчас будет важная встреча Скорее всего В рамках этого раунда Потому что выход будет Именно на Аплент Кстати говоря Там дверь поджала Два игрока гамбит И одного-то конечно Могут ожидать А вот двоих Могут не законтролить И там можно сделать Минус 2 Если подождать Пока твой тиммейт умрет И не выходить на размен Тут же А подождать пока Оппоненты пройдут Мимо тебя Адрена Адрена То есть у гамбитов На этот раунд Уиспи не в счет Погибает Адрена Погибает Мо Остается последний хоббит Ну и с хоббитом Также расправляется Робин Робин минус 2 Просто заходил На плент Как себе домой Посмотрите на экономику Команды Гейткиперс Они выходят На счет 10-11 С такими Финансовыми средствами Что могут игру Просто уже не отпустить Так Ну что Есть 2 снайпера Есть 3 М4 Против них играет Бенжи Тоже с АВП Также есть 4 райфера Ну расходятся По точкам Гейткиперс Ждут поджимов Вот одного уже дождались Адрен Врывался в мейн Ну и погиб После этого Зевс также жмет с Б Ну и вот эти поджимы Для гамбит Могут сейчас не окупиться Но кстати говоря Благодаря этим поджимам Мы видим подход Гамбит По крайней мере К этому противостоянию Они Пытаются Использовать Свои задумки То есть сейчас Они использовали задумку Подожмем с двух сторон Попробуем сделать Свои киллы Не вышло Ничего страшного Другой раз То есть они как-то Ну тренируются что ли Пробуют новые тактики Вот агейткиперс Очень сильно стараются За взятие этой карты Все же В турнировом положении Она для них Очень многое значит Ну и тем более Гамбиты изначально были Фаворитами этого турнира Насколько я помню Там еще Пента И еще кто-то был Тоже в статусе фаворитов В статусе потенциальных Команд Выходящих Плейвов Ну и бомба Так что говоря Уже вышла на Б плент А гамбиты Я так понимаю Сейвят Ну здесь Робин Пытается найти Сейвящих Казахских игроков Выкидывает Снайперку И что А ну Он ее выкинул Чтобы ее не отдать В случае чего Пойдет найдет себе минус Не найдет Но ничего страшного Деньги Есть деньги Ну не до конца Игры будут Но в принципе Может он себе позволить Разок вот так вот отдаться Он сейчас в мейне Но там двое Сейвят на скрипе Ньюмо разбирается С Робином Здесь погибает Уже Хоббит Ну и Бролан Может еще и второго Забрать Зевс Забирает Бролана Отходит В более безопасную позицию И сейвит АК Ну и вот такой вот Синхронный сейв От двух команд Два человека Две АВП И два АК Засейвили 11-11 Тоже зеркальный счет Но вот у гамбит Последние деньги Прям скрипут По сусекам Есть Калаш М4 АВП Ну а дальше что Юмпы Нет Еще Две АМки Есть также Раскид Но вот китов У команды гамбит нет И на ретейк Снова идти И могут не позволить Хороший смоу Капмо Чтобы пресечь Ранний пуш Также посмотрел Не бегут ли На раннем тайминге На него шведы Но никто туда не выходил Ну и вот пока Гамбиты В защите Играют на самом деле Более слабо Чем их Оппоненты Сколько они Один раунд взяли Да Только первый Раунд взяли Вот пистолет Ну и здесь В этом раунде Гейткиперс Могут угадать И выйти Например на одного Единственного Мо Играющего На бпунте Ну либо вот Поломиться Сейчас на Укрепленный Практически Тремя игроками Гамбит Плэнт А Там очень быстрая Хеллпаба Из хайвея Мо Никого здесь Конечно же Не найдет А там Пятеро под А Ну что Шведы Отдадут ли они Этот раунд Либо они Продолжат Своё победоносное Шествие Ой-ой-ой Салф Открывает дверь Прямо на прицеле У Хоббита Пошел выход Моментально Они потеряли Своего тиммейта Ну и здесь Досян отдается Без шансов На красном И на погрузчик Рывается Два игрока Гамбит Разбираются с одним Но тут же Размен Три в три Тем не менее Выбивание Есть снайпер И с одной И с другой стороны Но там Очень важная Перестрелка На красном Сейчас идет А Дрэн забирает Оппонента Также заходит на пятнашку Ну и погибает Остается последний Мо на этом ретейке Видит одного Знает где находится Второй Ну чуть-чуть Там буквально Совсем капельку Ему не хватает Но сейчас Бобски Зайдет ему в спину Ой-ой-ой Красный Бобски Видит Мо Какой близкий Клач И как же они его Отдали Ну что Гамбит Будут ли они закупаться Нет Она не делает Опять же Экофор Закупают пистолеты Арморы Сэвят по 2000 Минимум на следующий раунд 11-12 Счет При счете 13-11 Они будут пытаться Брать эту карту За рога Мо Погибает Миди Снайперскую Углэр Сложно выиграть Без ВП Ну и Броун Еще и разбирается С Хоббитом Тут же Зерца Также забирает Всего два игрока Гамбит остается С арморами С пистолетами Даже две флешки Есть у Доси Но этого Конечно же Недостаточно Погибает Адрен Последний Доси Доси Один в пять Доси под Б Бомба уходит на А Но здесь у него шансов Конечно же Очень мало Попробует Выбить девайс И подсейвить его Неужели Неужели Гамбит смогут Проиграть Две карты За один день Сегодня Я уж думал Что как-то Поинтереснее Они смогут сыграть Но тем не менее Первую карту Они проиграли С очень близким Счетом Сейчас все тоже Близится к этому Броун погибает Так Доси Подсейвит Себя Калашик Если его Отпустят Здесь он Заметил Бенжи Ну и Сможет ли он Уйти Нет Бенжи Разбирается С ним Ну и Камбэк Во сколько Раундов Получается Совершают У нас Гейткиперс Если они Сейчас взяли 7-8 Да 8 раундов Кряду Ну За атаку На кэше В принципе Это реально В принципе Это нормально Но Если учитывать Что они Отставали Очень сильно От оппонента 10-5 Насколько я помню Там было Да То Они молодцы По другому Не скажешь Показывать Свой характер Ранбуст Так Дося Запрыгнул Все хорошо Ну и пока Перестрелки Двусторонние Через скрип Приводит только К тому Что салф Просел по хп Есть Два снайпера В команде Гамбит И хоббит Кстати говоря Отыгрывает на авп Что не стандартно Мы видели В основном Что адрэм берет Ну и хоббит Также иногда Делает Неслика выстрелов За раунд Именно с этой винтовки Ну посмотрим Если сейчас Откроется дверь Если сейчас Откроется Дверь Мо Какой тайминг Для этого игрока Дверь должна Закрываться Нет адрэм идет Сжатину И погибает Этот салф Он немного Опрометчивое Решение От него Было Но он Знать не мог Что там Вторую Подобрал Уже Себе Авп И вот так Вот на реакцию Отстрелит его Теперь Мо Вместе с Доси Будет охранять А плент Ну и Мо Ой И хоббит Вместе С Зевсом Под б Никто не контролит Мид 4 в 4 Ну и гамбитам Нужно будет сделать Пару минусов Прежде чем Выпускать Своих оппонентов На плент А то и вообще От Робина Зевс Отдается Ну Зевс Немного опрометчиво Сыграл Опять же Поторопился Также погибает Хоббит Оставил Своего Визави Красным Бролан 9 хп Но вот теперь Гамбитов Ожидает Очень сложный Ретейк Есть хаешка Если бы Доси Очень удачно Попал этой Гранатой Может быть Было бы неплохо Мо Не попадает По внезапно Появившемуся Из ниоткуда Бобски Ну и дальше Остается всего-то Один Доси Один в три Ретейк Будет очень сложным Для него Если он конечно же Пойдет на него Так Доси Но видимо Он не собирается Туда заходить Просто попробует Выбить какие-нибудь Девайсы Хотя в этом Тоже смысла Немного Закупаться будет Точно до конца Игры Без каких-либо Проблем Там денег Больше 10 тысяч У всех игроков А вот у Гамбитов Финансы Поют Романсы И они закупаются Ну действительно При счете 14-11 Это тоже Нормальное решение Здесь их винить В этом Никто не станет Потому что Отдавать 15-й раунд Оппоненту Никому не хочется А сейчас могут Все-таки Зафорсить Взять Счет 12-14 И дальше продолжить Брать раунды Но пока Атака у них Абсолютно не клеится Ни одного раунда На девайсах Они не взяли Только пистолетку Смогли отжать Доси под флешку Врывается Никого не находит Робин Видел Досина Ну и теперь Тот Отсмочился Ну и теперь Нужно уходить С этой позиции Потому что Их могут зажать Спину со скрипа Адрен Хотел подсадить Досю Но Дося Прочекала сначала Дверь Теперь подсаживает Все-таки А там Тем временем Уже погиб Хоббит Вот таким вот Образом Начинается Этот раунд Зевс Также отправляется Прямиком В следующий Но и сейчас Если пойдет Выход на А То еще не все Потеряно У Гамбит Брон Ну пытается Найти кого-то Под Б Здесь никого Абсолютно нет Мо отыгрывает На уайтбоксе Ну и у Адрена Хорошая позиция Для МАК-7 Там может 1, 2, 3, 4, 5 Минусов сделать Этот казах Знаем мы О его замечательной реакции И не менее Хорошей стрельбе Ну вот Как он сможет Это реализовать Сейчас Робин Будет открываться На него первым Ой Без проблем Прочекали Прочекали На опыте игра Также погибает МО Остается последний Дося Дося уже оставался 1 в 5 В прошлом раунде Но сейчас у него Чики-бики Позиция Знает Что ставится бомба Но никуда не торопится Он хочет сделать Ниндзя Дефьюз Десятисекундный Неужели Правда Нет Его увидели Это секунда Когда ты смотришь На своего оппонента И понимаешь Что тебе сейчас Будет Больно Ну что МО ФАМАС МАК-7 Снова у Адрена Остальные ФАМАС ФАМАС И МАК-7 Два МАК-7 Два Три ФАМАСа Именно Такой Сетап Девайсов У Гамбитов Против Гейткиперс На последний Возможно Раунд Этого Столкновения Ну посмотрим Пока Гейткиперс Рассредоточились И можно найти Свой Свой Какой-нибудь Минус Легкий Выбить Девайс Уже От него Отыграть Здесь Адрена Поджал Дверь Спалился В этом Поджиме Отбросил Смог Ну и Как минимум Завоевал Большое Количество Пространства Для своей Команды Теперь Гейткиперс Маловероятно Что туда пойдут Дося Понял Где находится Несколько его Оппонентов Двоих Оставил Красным Одного Забрал Даже Ну и Салф Тоже Битый Ну и Досян Здесь уже На второй Пик Точнее Ну третий Уже по счету Зря выходил Тем не менее Одному Оставил 14 хп Одного Забрал И второго Располовинил Ну что Может быть В чатике Мне кто-то подскажет Какие коэффициенты Были До начала Матча На Это Противостояние Интересно С каким коэффициентом Гамбит Сейчас С таким счетом Летят Но Тем не менее Гамбит На этом Турнире Играет Не самым лучшим Образом И любой Человек Кто ставит Скины Деньги Три АК-47 АВП на руках У Бенжи Будут выходить На Б-плент На котором Играет Двое Гамбитовцев Ну сейчас Два красных Есть Один в пленте У Гамбит Это Адрен От него Зависит И сход раунда Он врывается С Максима Одного Даже забирает И остается Еще одного Забирает Теперь падает Еще и Бобски Ну неужели Они могут проиграть Да Бенжи Сейчас остается Один в два Ну из винтов Его может в спину Забрать Хоббит Хоббит погибает Мо Пропускает Оппонента Но и сейчас Спалился Понимаешь Что он раунд Выиграл Там бома Не успеет Поставиться Да Мог Грамотно Отморозился Ну и мог бы Еще После таймера Забрать Оппонента Но нет И остается Без девайса Теперь Без денег Будут отыгрывать Несмотря на то Что Гамбит Выиграли раунд Денег у них Очень мало Коэффициент 3 Серьезно Действительно Ну ставить Точнее делать Такой коэффициент На МДЛ И на Гамбит Тоже не стоит Я уже сказал Что они отыгрывают Как-то Ну немного Расхлявано В рамках Этого Этой лиги Ну Тем не менее Например Своих Друзьяшек Про 100 Они обыграли С счетом 16-11 По-моему На оверпассе А Дрен Разбирается с Робинами Они снова В большинстве Снова на коне Неужели они смогут Выйти на допы Так Хоббит Под Б Здесь С Токсика По нему Настреливает Бролан Но там Такое Битва с Тенью Сауф Уже забирает Зевса Дальше продолжается Перестрелка Пода Через дверь А Зевс Поджимал Зевс Я так понимаю С Максим Снова отыгрывал Потерял он Свою жизнь Теперь его команда Вынуждена играть 4 в 4 Нет Не всегда В онлайне Гамбиты Вот так вот Играли Ну не совсем Лучшим образом Они часто Отыгрывали Действительно Хорошо Тут дело Не в онлайне А в Периоде Конкретном Гамбит Сейчас у них В принципе Не очень хорошо Идет Но на ланы Они шифруют Какие-то страты Читают оппонентов Кстати говоря Омо сейчас Посмотрите Что он делает Заходит 7-4 в спину Там уже погибает Досян Мо понимает Что нужно торопиться Если не сейчас То никогда Подобрать АК-47 Или убить оппонента Подобрать АК-47 Выходит на Бомбкерри И не успевает Какой тайминг Отвратитель И Мо погибает Теперь вдвоем Команда Гамбит Должны делать Этот ритей Как же все Плохо У них Сейчас становится Как же все Хорошо У них было Когда Мо Заходил в спину А Дрен Делает второй Минус В этом раунде Тут же погибает И Гамбиты Проигрывают Обе карты За сегодняшний день Просто поздравляю Команду Гейткиперс Они боролись Они сделали То что от них Немногие ожидали Ну что ж Ребят Скоро будем смотреть Матч Спирит Против Экс Фьюри Ну и будем там Болеть за СНГ Команду И сейчас Небольшая рекламная Музыкальная пауза И вернемся к вам Буквально через пару минут Ты готов к сумасшедшим Ставкам на КС Гостеп Три игровых режима Круглосуточная поддержка Система выбора победителей Через Рандом Орг Выиграть можно Даже с шансом В один процент Принимай участие В раздаче Халявных скинов Играй и выигрывай На KSGostep.com Хочешь море Крутых скинов? Любишь киберспорт И болеешь За любимую команду? Тогда Делай ставки скинами На сайте KSGO POSITIV Прокачивай свой инвентарь Выводи Крутые скины И будь в топе Со своей Любимой командой На KSGO POSITIV Крутых скинами Крутых скинами Крутых скинами